МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, поехали. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для меня всегда популярность, особенно в политике, была инструментом для того, чтобы достигать определенных целей. Я ходила на любые шоу, я отгадывала загадки, я отгадывала других людей, которые были с занавеской только по голосу. В общем, чего я только не делала. Даже сыграла, как стать миллионером. Но я рисковала, потому что я понимала, что я независимый депутат со странной внешностью. Это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо. Мне нужна популярность, чтобы получать голоса на следующих выборах. Я, в общем-то, и танцевала, и пела, и рисовала. И чего я только не делала. Потому что я понимала, что иначе я не пробьюсь. За мной никого не стояло, на меня не работали пиарщики. Добрый вечер. Когда я делала все, чтобы возникла популярность, я слишком облегчила свой имидж. И у меня возник имидж тусовщицы. А это уже все, штамп. После этого я поняла, что теперь нужно спозиционироваться. И я выбрала свой главный месседж, это поддержка малого бизнеса, поскольку пришла оттуда. И дальше я начала уже работать только в этом направлении, аккуратно отказываясь от легкомысленных шоу. Я хотела бы вам сегодня точно так же ответить на все вопросы, которые у вас есть. Я могу ответить на политические вопросы. Вы любите, я тоже специалист, поэтому нет проблем. Спрашивайте все, что хотите. Ирина Хакамада. Политический и государственный деятель. Кандидат экономических наук, доцент, писатель, а теперь и телеведущая. Долгое время занималась политикой, была депутатом Госдумы, заместителем председателя Президиума общественно-политического движения Российский народно-демократический союз. В третьем созыве Государственной Думы занимала должность вице-спикера. В 2004 году выдвигала свою кандидатуру на президентских выборах. Я росла ребенком закрытым, замкнутым, страшным индивидуалистом. Я не переносила общественные работы. Я одна из первых поступила в комсомол, потому что единственное выучило устав. У меня была проблема с родителями. Они были очень заняты сами собой. Мама очень много болела, папа очень много гулял. Это типичная русская история, хотя он был японцем. И вообще он был занят очень сильно собой. И про меня все забыли. Я поменяла школу на математическую. Об этом узнали только когда я утром пошла в другую школу. Я сама договорилась с директором. Жила самостоятельной жизнью. Я поступила в Патрисо Лумумба из оленя. Я поступала на японское отделение экономики в институт стран Азии и Африки. Мне это не удалось. Были огромные преграды для девочек. Со всего огромного потока приняли 5 девочек и около 250 мальчиков. И все эти девочки были или жутко блатные, или гениальные. Они обладали какой-то энциклопедической эрудицией, которой у меня не было. И когда я набрала свои 24 балла, сдав три пятерки, получив одну четверку, то мне сказали, что вы не прошли, готовьтесь еще один год. В этот момент мне папа сказал, если ты хочешь, Патрисо Лумумба – это институт, где учатся большая часть иностранцев, поскольку ты наполовину японка, хотя я родилась в России, есть возможность просто с этими баллами записаться на факультет международной экономики. Меня так вставило нереально, что мне надо целый год никуда готовиться, а я просто перееду. И я, конечно, поняла потом, что совершила ошибку. Наш род очень древний. Мы стали феодалами в XI веке. До этого были самурайами. За хорошую службу получили землю в виде поля. Ну, такие самурайские брюки в виде поля. Поэтому богословары превратились в феодалов и команды. И видно, что-то такое... Я думала, что у меня это не действует. Все-таки я в Москве родила с японского возникновения. Не знаю. И кто этого равнодушен. Ну, вообще, к японцам равнодушны. Когда при Горбачеве начались гласность и перестройка, вышел закон о кооперативах, и нас все стали воспринимать как жуликов. И еще великая фраза Виктора Степановича Чернобыльна «Это не рынок, это базар». Я решила, что нет. Это может быть и базар. Но этот базар может превратиться в мидл-класс. И Россия может стать европейской страной. И, может быть, мне надо попробовать этим заняться. Боровой согласился, мы сделали партию. Но потом мы разошлись с ним по взглядам, по поддержке Ельцина, по организации самой партии. И я ушла. Он обиделся. Я нашла свой округ. Это была Орехова Борисова. Нашла самостоятельные деньги. И в какой-то момент мне приснился сон. Наверное, когда человек долго думает, у него под сознанием закладывается информация, и мне прямо во сне приснилась инструкция. Ты находишь маргинальный округ, где самые бедные. Почему? Потому что ты сама маргинал. Ты находишь маргинальные деньги. Это не будет истеблишмент. Это будут какие-то авантюристы, но ты сама авантюристка. Ты побеждаешь в этом округе и проходишь парламент. И дальше начинается твоя большая политическая карьера. Представьте, вы с утра до вечера по телевидению, вы с утра до вечера в дебатах, вам звонят каждые пять минут. Вы нужны всем. Вы нужны своей партии, вы нужны в парламенте, вы нужны прессе. Вы что-то все время делаете. Вы вице-спикер. Или вы там кандидат в президенты. Все вокруг вас. Прямота и искренность страшно обвораживают людей обоего пола, потому что сегодня это не принято. И это дает энергию молодости. Это, с одной стороны, помогает. С другой стороны, это страшно мешает. Ну, потому что я быстро считываю, очень быстро работаю на твоих слабостях и забираю у тебя все, что только можно. И ты остаюсь опустошенным и разочарованным в людях. Ну, поэтому со временем я научилась. Я научилась немножко не быть такой прямолинейной, оставаясь искренней. К 40 годам я научилась вообще работать в стиле айкидо. Чем больше агрессии, тем меньше я отвечаю на эту агрессию. Молодая, я билась. Я билась на отмышл. А потом я поняла, что я теряю энергию, а все равно результата нет. Поэтому я начала пропускать. Туда, сюда, туда, сюда. Ты дура? Да, дура. Ты все проиграл? Да, конечно, я все проиграл. Тебе не место там. Я говорю, хорошо, мне там не место. А потом я сбивала это место, я добивалась. Меня хранили 185 раз. И каждый раз я соглашалась с теми людьми, которые мне это говорили. Идея быть политиком – это идея взять власть и реализовать свою модель. Я поняла, что это невозможно по многим причинам, включая не только объективную политическую ситуацию, но и включая мой пол, мою национальность. Вот я как бы все, что я могла, сделала, и я получила потолок. Ну, не быть Хакамаде президентом в России. Однажды я сидела во Франции, пила кофе. Ко мне подошла французская гадалка. Говорит, давайте я погадаю. Я говорю, я не люблю, я знаю французский язык, я не люблю гадание. Это, говорит, будет мягкое гадание. Очень интеллигентно начала мне что-то рассказывать. Она сказала, все позитивно. Но, посмотрев на меня, она сказала, у тебя есть одна проблема. Тебе очень много завидуют. Каждую секунду и очень много людей. Тебе поэтому не так просто жить. Это чистая правда. Собственные коллеги не допускали до тех проектов, которых могла бы выиграть. И обеспечить очень много дивидендам общей команде. Но только из-за личной зависти, которая очень популярна среди политиков. Они все борются за телевизор, за популярность и за голоса. Все хотят быть номером один. Из-за этого все проваливалось. Это единственное, что меня спасло и помогло не терять энергию, а как-то спокойно принимать все неудачи, все неприятности, всякие глупости. И все равно оставить свою лидерскую позицию, даже когда все будут против тебя. Это такой восточный упор. Если вы занимаетесь политикой, то вы должны биться до конца. Это не означает стать президентом, но вы должны собирать протестные голоса. Да, вы не победили, но вы собрали, например, 8 миллионов голосов. Это означает, что те, кто считают, они понимают, что это большее, потому что часть голосов они отнимают. Они знают, что вот такое-то количество миллионов людей в России думают, как она. А это значит, что хорошо бы с ними немножко считаться. Да, их 8-12 миллионов. Но если так продолжать, то их будет 20-30. И тогда придется менять все. То есть это некие сигналы, это профессиональное поведение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!